Зима со снегопадами и метелями не застала врасплох Брестские коммунальные службы. Этот факт очевиден. Циклон Даниэла, удар которого первым в Беларуси принял областной центр, не нанес ощутимого вреда городу и его жителям. Отвыкшим и от студенных морозов, и от метелей к стихии подготовиться нельзя, и от погодных аномалий никто не застрахован. А потому все службы, отвечающие за обеспечение жизнедеятельности, должны быть всегда на чеку. В поле зрения коммунальных служб, ГАИ и МЧС, которые работали в усиленном режиме и в четком взаимодействии, оказались в первую очередь центральные автомагистрали, на которых традиционно самый стремительный и многочисленный поток транспортных средств. Однако без внимания не остались и менее загруженные дороги, дворовые территории и пешеходные дорожки. Всего в борьбе со стихией в областном центре было задействовано более 800 человек и несколько десятков единиц спецтехники. Проявивший себя ранним утром 12 января ледяным дождем и сразу же обильным снегопадом, циклон Даниэла к полу не ушел. К этому же времени были ликвидированы и его последствия. В 11 часах уборка снега практически была завершена. И были расщищены дороги как дымовые подходы к социальным объектам школ и больницы, так и дорожное покрытие. С 11 часов городским отделом проводился мониторинг территории города Бреста. Заторов, затруднений проездов на территории города Бреста не выявлено. Хочется отметить, что общественное время в период непоприятной погоды к условиям, основка общественного транспорта не допущена. Работу я оценю удовлетворительно. Вместе с тем я очень внимательно ознакомился с отзывами наших брещан по данной работе. Я благодарен тем, кто с пониманием отнесся к работе коммунальной службы, кто личным примером показал, как надо убирать свои подворья, как надо убирать свое машинное место. Ну и прекрасно понимаю тех, кто сидя в теплой квартире за компьютером, дает серьезные комментарии, исходя из своего представления, как бы ему хотелось. Поэтому моя задача вот и этих комментаторов тоже заставить с лопатой выйти, убрать хотя бы себя около подъезда. Это было бы очень-очень здорово. Никто не даст никакой гарантии, что ситуация со снегом может не повториться. Более того, наверное, очевидно, нас впереди еще ждут не одни циклоны, снежные заряды и так далее. И важно, повторюсь, координация всех усилий. Важно понимание алгоритма действий всех служб, чтобы одна служба не мешала другой. Это очень-очень важно. Брестским городским исполнительным комитетом обеспечено устойчивое и стабильное финансирование всех коммунальных служб. Следует подчеркнуть, что только лишь уборка снега в течение одного дня обходится бюджету в более чем 100 миллионов рублей. Сумма удваивается, когда снег вывозится. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям была проанализирована работа всех служб, участвующих в ликвидации последствий циклона. Отмечалась и слаженность работы, и грамотные действия работников госавтоинспекции, которые к месту и вовремя отключили светофоры на центральных трассах Бреста. Да, выключаются светофоры. Ведь светофоры выключаются не для того, чтобы он сломался в период, а для того, чтобы обеспечить устойчивое ровненькое движение транспорта, в частности, я имею в виду по проспекту Машерова. Многие граждане это понимают как чрезвычайную ситуацию. Это, наоборот, сделано работниками ГАИ, я считаю, было очень-очень правильно. Особое внимание мостам, особое внимание путепроводам. Уже в субботу на территории Белоруссии придет новый циклон, опять же с женским именем Эмма. Он принесет снегопады, ветер и оранжевый уровень опасности. По силе Эмма будет сопоставима с Даниэлой, но гораздо слабее Хавьера. 2013 года следует быть начеку и не только соответствующим службам наинам горожанам. Заранее достаньте лопаты, метлы и другие инструменты. И хотя бы на своем подворье, рядом с домом на стоянке автомобиля, расчистите снежные заносы. С одной стороны, вклад в общее дело, с другой – несомненная польза для здоровья. Наша задача, чтобы убрать снег около себя, стала для брещан правилом хорошего тона. Всегда брещане отличались особым отношением к своему подворью, к своему подъезду. И мне хотелось бы, чтобы город Брест показал здесь хороший, позитивный пример участия самих людей в этом процессе. Лариса Озмолович, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.